Всем привет, мои сладкие хомячки! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас вкуснейшая скумбрия. Я обожаю сочетание скумбрии и просто вареной картошки. Также у нас здесь редиска и лук. И сок. Мультифрукт. Давайте начнем. Сегодня первое число, 1 декабря. Я опубликовала для вас видео с осьминогом. Хотя, если честно, планировала его запустить на свой день рождения, чтобы было интересно. А потом я подумала, какая разница, на день рождения или просто в обычный день. Хороший контент, посмотрите. Я вообще такой человек, я всегда планирую, что вот в эту дату нужно выпустить какое-то хорошее видео, какие-то планы строю. А потом бац, что-то происходит. И планы меняются. Например, на 3 года своего канала, или 4, сколько было? Три года. Нет, 4 года моему каналу. Я хотела сделать очень крутое видео. Написала план. Все по полочкам. Решила показать видео. Первое видео для моего азербайджанско-язычного канала. То есть, кто не в курсе, сначала я открыла канал на азербайджанском. Потом его закрыла. Прошло еще пару лет. Я открыла уже второй канал. Канал. И как раз таки это видео с моего первого канала у меня сохранилось. Я хотела показать его. Рассказать немножко о алгоритмах. Первую мою зарплату. Когда я получила? Спустя сколько времени? Кстати, тогда все было намного сложнее. Вот на моем втором канале Айка Бум. Мне сразу одобрили. Монетизацию. Все. То есть, очень быстро. Прикиньте, я загрузила первое видео. На Бум канале. 2 октября. А уже 12. Мне дали монетизацию. То есть, там надо набрать 1000 подписчиков. 4000 часов. Это все мне удалось сделать буквально за 3-4 дня. И неделю мою заявку рассматривали. А мой вот этот канал Айка Эмили Я где-то за 3 месяца достигла всего этого. Да, ровно 3 месяца. 1000 подписчиков. 4000 часов. У меня как-то все сразу пошло. Но сколько я ждала монетизацию? Где-то, наверное, 8 месяцев. Тогда почему-то у Ютуба это все было не налажено. И можно было годами просто ждать монетизацию. Но несмотря на то, что я не получала деньги, эти 8 месяцев в неделю 3 видео у меня постоянно выходили. То про покупки, то влоги, то еще что-то старалась снимать. Несмотря на то, что я не зарабатывала ничего. Вот так вот. В общем, я хотела сделать такой ролик интересный. Все это показать. А по всем об этом рассказать. Написала текст. Все. И потом этого числа, 3 октября, у меня вышли срочные дела. А я, конечно же, оставила все на последний момент. И прийти домой вечером снять это видео. У меня времени все-таки осталось. Но смонтировать и выложить я уже не успевала. Поэтому решила пофиг делать в следующем году. Ну, хотя бы в следующем году. Надо как-то более ответственно подходить. Или, например, День Победы. 10 ноября у нас был День Победы. Я взяла у своего парня его форму, в которой он служил. Решила снять патриотическое такое видео. Для тиктока. И что вы думаете? Я-то думала День Победы 10 числа. А все начали отмечать 8. И получилось, как всегда. Айка хотела, но нифига не получилось. Какая вкусная скумбрия. Я боюсь, конечно, подавиться косточками. Один раз у меня такое было при съемках видео. Я подавилась косточкой. И давайте немножко поотвечаю на вопросы. Аджар А001 задает вопрос. Где рыженький котик? Вы взяли его к себе? Я из Казахстана. Люблю и сердечко. Огромный привет всему Казахстану. Рыженький котик. Конечно же, мой брат его приютил. Это мальчик. Ему поставили прививочку. Кто не смотрел мой влог, тот, наверное, не в курсе. В общем, у моего брата появился еще один котик. Такой хитренький. Такой ласковый. Я прям не могу. Посмотрел на них. Мне тоже захотелось второго котика. Я как повторюшка. У них появился котенок. И где-то через недельку, может, через две я приютила Твикса. Ну, это случайно так получилось. Но когда у них появилась кошечка, я поняла, что я тоже хочу. Что мне тоже не хватает одного члена семьи. Вообще с домашними животными не скучно. Это кажется, что их содержать дорого. Еще что-то. У нас Твиксик. Вот иногда супчик ему нальешь. Например, чечевичный суп мы любим кушать. И ему тоже нальешь. Он будет кушать. Оно того стоит. Особенно если нету маленьких детей. Вообще кошечка заменяет это все. В общем, нормально он живет. Ему поставили прививочку. Там такая, знаете, интересная история получилась. Не знаю точно, как его назвали. Хотели либо Рыжик, либо Ириска. Не знаю, на чем остановились. В общем, он сидел в подъезде. И как только Пермана открывала дверь, он забегал внутрь. Как будто чувствовал, что именно там живут добрые люди, которые могут его приютить. Но у них уже есть кошечка. Она очень плохо реагировала. Я не знаю, как сейчас. Подружились они или нет. Но поначалу, естественно, королева не хотела принимать. Следующий вопрос задает его Айлин. Айлин, тебе огромный привет. Привет, Айка. Хотела бы задать тебе вопрос. Если бы у тебя была возможность вернуть время назад, что бы ты изменила, какой совет дала бы себе в прошлом? Заранее спасибо за ответ. Очень люблю тебя смотреть. Спасибо огромное, Айлин. Очень приятно. Если бы я вернулась бы назад и была бы машина времени, я просто бы себе сказала, никогда не унижайся. Ни перед кем, ни при каких условиях. Никогда не бойся хамить и грубить другим людям. Умей сказать нет. Вот, вот что я бы себе сказала. Еще бы я себе сказала, что все временно. Иногда были моменты, знаешь, ты не знаешь, что будет. Например, какая-то первая любовь. Ты думаешь, блин, без этого человека я не смогу. Это самая большая любовь в моей жизни. И хочется тебе сказать, сможешь. Еще как сможешь. Еще когда ты будешь оборачиваться назад и думать о том, что ты общалась с таким человеком, ты будешь думать, фу, что за дурак. Сейчас я себя чувствую максимально счастливой. Я себя чувствую офигенно. Единственное, что меня напрягает сейчас, вот честно, это давление со стороны общества, со стороны родителей, что пора выходить замуж. Надо создавать семью. Надо рожать детей. А лучше сразу троих. Вот это вот меня немного напрягает, если честно. Сказать искренне. До 35 мне хочется пожить для себя. Вот чисто для себя. Работать, покупать что-то, добиваться чего-то. Понимаете? Но мнение окружающих, общество навязывает нам, что опоздаешь. Быстрее. В общем, как-то так. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться, писать свои интересные вопросы в комментариях. Всех люблю, целую. И только сейчас я вспоминаю, что я сегодня иду к стоматологу. Поела рыбку. Как от меня вонять будет ужас какой-то. На этом все. Всем пока.